Добрый день, с вами сегодня Виктор Коробкин, Рынточка мой Талисман. Сегодня хочу показать вам фильм по поводу формы для грузил. У каждого есть формы для грузил, также есть у меня, которыми я пользуюсь. Помимо форм я покажу еще как делать простых. В общем короче все по порядку. В общем у меня есть формы, в основном они все скользящие эти формы для грузил, потому что я предпочитаю чтобы груз находился на дне и практически рыба когда клевала не тащила за собой, а только брала поводок и уходила, а груз оставался на земле. Какие формы у меня есть? Вот такими формами я пользуюсь, не скользящая грузила. Заливается сверху свинцом, сбоку тут у меня маркировка сколько грамм и отверстие для проволоки. Конечно когда зальешь потом вынимаешь проволоку и получается скользящая грузила. Здесь написано какие у меня тут есть и на 44 грамма, 49 грамм, 87 грамм, 57, 27, 64, 90, 79, в общем разные грузила на разных водоемах. Меняю конечно груз, если сильное течение ставлю побольше, но в основном все скользящие. Есть вот такие грузила у меня, которые большие, это для непосредственно быстрый вещик, где непременно большое грузило, либо поставить там, привязать что-то типа на жилца рыбу, на бутылку навязать снасть, либо для могушатника выливаю половину и соответственно тогда получается у меня груз, какой мне необходимо. Вот сбоку здесь то же самое отверстие для проволочки, чтобы можно было вставить проволочку, залить свинцом, вытащить и получилось грузило. Ну есть такие грузилы, формочки еще круглые, по 40 грамм. Вот такие формы. Тоже они с ламиной или с алюминием сделаны. Это я покупал на базаре, дедушка какой-то продавал. Вот такие 10 граммовые, очень удобные. Вот. Все вот такие формочки. На море пользуюсь я непосредственно вот такими формами, потому что в основном бычок больше либо отливаю наполовину матрицы, либо под полной. Если мне надо потяжелее, побольше глубины. И соответственно вот так заливаю сверху непосредственно. И также проволочка внизу для того, чтобы сделать ушко. есть еще такое, более большая такая бита. Здесь грузило на 113 грамм, на 80, на 65, на 26. То есть здесь можно выливать разные формы, то есть разного веса. В зависимости от того, сколько какую забьешь свинца. Пользуюсь плетником. Простая чашечка от кофе. Дешевенькую такую купил ее. Очень она удобная. Здесь такая штучка, если у меня была ручка, она отвалилась. Вот взял под нее специально. Здесь у меня специально для кофе, чтобы разливать носик такой. В него разливается непосредственно свинец. То есть я поставил на плиту, натопил и с носика заливаю. Что я хотел показать сегодня. Стопнулся я с такой ситуацией, когда на рыбалке я однажды увидел одного рыбака, как он разрезал вот такие грузилы, круглые шарики. Пытался разрезать ножом пополам для того, чтобы повесить себе на удочку. Оказалось, что там вот это отверстие, которое сжимается-разжимается, оно заплющилось. И он себе чуть травму не сделал. Я хочу показать, как делаются маленькие грузила. Если у вас такие есть горошины, вы хотите с них сделать то ли картечь, то ли полу картечь. Можно рыбакам брать, у охотников. Попросить вам дадут десяток дробин, если вам необходимо на рыбалку. То есть, соответственно, они разных размеров. Что необходимо? Необходимо я всеми этими грузилами, мелкими на удочках пользуюсь. Они у меня все практически скользящие. Я уже говорил неоднократно, что любое грузило должно быть скользящим. Как на удочке, как на спине, так и на эту. Я беру, расплющиваю дробину. Я вам сейчас покажу. Делаю отверстие в ней. И у меня получается вот такая лепешечка с дырочкой, которую я могу использовать на удочках. То есть, непосредственно любую дробину. Вот на ваших глазах я сейчас его и продемонстрирую. Берем одну картечину или полукартечину. Ложим ее на металлический бланк. Обыкновенный молоточек. Я подстерил только, чтобы мне этот самый... Вот, видите? Получается лепешечка. Теперь эту лепешечку нам надо сделать в дырочку. Досточку ставим обыкновенную. Берем пробойчик, острый или шиво, или можете полуточку заточить. Ставим посерединке. Тем же молоточком. Просто доступно пробегу. И вот у вас уже нормальный груз. Который у вас был шариком, сейчас стал пластинкой. Не важно, я считаю, что на удочке какой там будет груз, пластинкой или шариком. Важно, чтобы подполок был отгружен. И важно то, чтобы груз не тянул за собой рыва. А тянуло практически только поводок. То есть я зарезал острые углы. Еще раз пройдусь сейчас шином за вальцую. Чтоб не было острых углов с этой стороны. Так же самое с этой стороны. И вот у меня получились буквально за минуту вот такие два грузина. С простой картечиной. И не надо мучиться, разрезать ее там. Или пилить, или зубилом раздалбывать. Как мне говорил товарищ, он там пробовал, я не знаю. Вот такой простой примитивный метод. Может вам помочь в том плане для рыбалки, чтобы вы собрали такие грузы. Вот я покажу сейчас еще как маленькая получается. Драбинка точно так же. Ну, берете. Все, лепешечка вышла у нас. Лепешечка это меньше, потому что драбинка меньше. Тут картечь, тут два нуля. Опять ее ложите на досточку. Поставили посерединке. И молоточком пробили. Пробили насквоз. Вытащили. Очень просто. Один товарищ у меня звонил тоже. Как-то мы с ним разговаривали. Он говорит, Витя говорит, ты как-то про дробь говорил, что можно сделать с нее грузило. Говорит, как? Я говорю, ну как? Я этим грузом пользуюсь на удочку. Он говорит, я хочу переплавить для удочки. То есть, зачем переплавлять? Если у вас есть такого плана свинец, то ли это дробь, то ли это, я не знаю, может быть, те шарики, которые у вас уже вы покупали, но их рассоединить невозможно между собой, то их можно использовать вот таким методом, как я вам показал. Метод очень простой, эффективный. Граммы на этом груз не теряет. Если она была, там, допустим, 2 грамма, значит она 2 грамма остается. А в зависимости от грамма, соответственно, на какой поплавок вам нужно отвесить. Вот показываем. Можете посмотреть. Размеры разные. Груз получается везде. Скользящий. Это маленькая, это побольше. Можно взять еще там единичку в гроб, сделать с нее. Еще меньше будет. Но на лесочке она, вот видите, в дырочке хорошая, свободная. Будет себе хорошо, если стопор с этой стороны сверху снизу поставите. Только она будет гулять по леске, груз. И при этом она не будет мешать подклевке реми. Вот, друзья мои, такие мелочи я хотел сегодня показать. Кто-то не знал, значит уже узнает. Очень просто. Не надо искать там какого-то груза, резать пальцы. Простым нормальным методом можно надевать себе грузину на рыбалку. На сегодня все. С вами был Виктор Коробкин. Что хотел я, то и поделился удачными рыбалками. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова